Всем привет! Вы этого ждали, вы этого просили, и я это сделала, да, вторая часть про жуткие истории из психиатрической больницы. А у меня по-прежнему не накрашены глаза, потому что у меня какие-то проблемы с веками, надеюсь, вы простите мне эту маленькую шалость. Ну чё, давайте сразу к сути. Давайте я сейчас вас, так же, как и все блогеры, попрошу поставить лайк, написать комментарий, подписаться, потому что это очень помогает развитию моего канала. Ну и мы начинаем. Для разогрева мы, пожалуй, начнем с не самого жуткого, но все-таки интересного. Эта история произошла до того, как я попала в психиатрическую больницу, так что мне ее рассказывали. Это местный легендарный случай, так скажем. Попал как-то в эту больницу парень. Попал он из-за попытки ухода в мир иной, надеюсь, вы меня поняли. И он все никак не мог смириться с тем, что остался жив. Он не хотел этого, он не хотел это принимать и готов был сделать все, чтобы это исправить и закончить начатое. Первая его попытка закончить начатое была такая. Он подговорил пациентов прятать таблетки. Да, когда я туда попала, это было невозможно. То есть нам выдавали таблетки, каждому по одному. Ты их пьешь, потом открываешь рот, поднимаешь язык вверх. То есть как бы тебя проверяют, что ты таблетку выпил. Но, видимо, так стали проверять после того случая. Так вот, он подговаривал своих друзей прятать свои таблетки. Сам свои тоже прятал. То есть ему их давали, он куда-то их за щеку прятал. После он уходил в туалет, выплевывал эту таблетку в руку. Все его друзья тоже выплевывали таблетки и отдавали ему. И таким образом он их копил. Копил, копил и в какой-то момент накопил. Он выпил накопившуюся горсть этих таблеток, чтобы уйти в мир иной. Но ушел только в реанимацию. Пролежал в реанимации и снова попал в это же самое отделение. Но он не остановился. Простите, не то чтобы я вам сейчас раздаю советы, но на его месте было бы логичнее выйти из больницы и закончить начатое. У нас там была одна такая девочка, при мне уже, которая ждала выхода, чтобы закончить начатое. Но в больнице? Что? Чел? Чел? Кринж. Он решил пойти на крайние меры. Он собрал тех же самых друзей, которые помогали ему собирать таблетки. И они стали продумывать план побега. Продумать у них не получилось. Поэтому он решил действовать, а не думать. Он забрался на окно. Он взял стул, забрался на окно и этим стулом разбил стекло. Нет, чувак, молодец, но там решетки. Он разбил окно, смотрит, собирается прыгать и понял, что там, блин, решетки. Но он не растерялся. К нему подбежал воспитатель и он шандарахнул этим стулом воспитателя. Выбежал из игровой, дверь была не закрыта, подбежал к железной двери. Там была железная дверь, которая является выходом из отделения. В этот момент в эту дверь как раз-таки входил какой-то работник. Чувак пытается в эту щель пробежать. Его просто ловит работник и заводит обратно. Ну, гениальные мысли его преследовали, но, как говорится, он был быстрее. Чем все закончилось? Да ничем. Ему просто дали припадать сильнее, он пролежал там чуточку дольше. По сути, чувак мог просто подождать и выйти. Я, если честно, не понимаю сути планировать побег из больницы. Чувак, ты там не на 10 лет, ты на месяц, ну, может быть, на несколько месяцев. Подожди. Но, кстати, да, мне рассказывали, что у нас были случаи, когда люди сбегали. Это какие-то крайне редкие случаи. И такие пациенты просто числились как выписавшиеся. Где они, куда они пошли? Домой или попали под машину? Никто не знает. Их просто записывали как выписавшихся. Никто их не бегал, не искал. Плюс я знала девочку, которая лежала со мной. И она планировала побег, если ее не выпишут до Нового года. Потому что она очень хотела отметить Новый год дома. У нее был какой-то супергениальный план. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня я была в магазине и буквально случайно увидела сборник по подготовке к ЕГЭ. И я прям вспомнила своих друзей во времена экзаменов ЕГЭ. Вспомнила, как они тогда очень сильно стрессовали, особенно в апреле, мае. Но, знаете, это все-таки классное время. Даже несмотря на экзамены. А классное оно из-за людей, которые вас окружают, которые вас поддерживают, мотивируют и безумно любят. Обычно это какие-то близкие люди, родственники или друзья. Но есть еще одни ребята, которые будут относиться к вам с таким же трепетом. Это ребята из онлайн-школы ЕЛ. Эта школа просто комбо комфортной подготовки, классных преподов, высоких баллов и мега поддержки и мотивации. Представляете, ребята выпустили уже 117 тысяч довольных учеников. И вы просто посмотрите на это невероятное количество отзывов выпускников. А все потому, что в ЕЛ очень классный подход к обучению. Преподы разбирают душные и сложные темы на мемчиках, сериалах или фильмах. Поставьте этот треугольник в Present Continuous. Я вам расскажу на примере о шкудешке, когда же сравнительный оборот обособляться не должен. Эта потенциальная энергия будет переходить в синтетическую. Бодород в меркантильный урод. Он всегда присоединяется к богатым, а уходит от бедных. Помню, что вот по этому мему я запомнила эту тему. У ребят есть наставники, которые делают все возможное для комфортной подготовки. Они будут с вами на связи 24 на 7. Помогут, поддержат, похвалят, пожалеют, подподряд. Короче, максимально будут вам помогать на протяжении всего пути. Представляете, насколько сильно это нужно каждому 11-класснику. Так что не упустить такую крутую возможность. Подписывайтесь на телеграм-каналы всех преподавателей и получайте полезные материалы для подготовки к ЕГЭ каждый день. Это прям рекомендация от чистого сердца. Подписывайтесь на всех преподав и обязательно готовьтесь вместе с ними. Если, конечно, хотите соточку. И помните, что все просто. У вас обязательно все получится вместе с ЕЛ. А когда не получалось? Вы наверняка знаете такой тип девочек. Пикми. Это такие девочки, которые всем своим видом стараются привлечь мужское внимание. Именно мужское. Такие девочки обычно либо строят из себя не такую, как все девчонки. Какую-нибудь пацанку. Либо визжат, пищат, мини-мишничают, подкатывают к мальчикам. Типа, ой, Петя, я такая слабенькая. Помоги, пожалуйста, ручку поднять. Я не могу поднять ручку. Она такая тяжелая. Фу. Так вот, к нам поступила именно такая пациентка. Типичная пикми-герл. Вдобавок к этой картине она поступила с длинными светлыми волосами и очень-очень ярким макияжем. Прям стереотипный киношный образ. Ее привезли, переодели в пижаму, посадили на скамейку в коридор. Она сидела на этой скамейке зареванная. Она сидела с растекшейся тушью и истерила. Говорила, я не буду смывать макияж. Я не стану смывать свои стрелки. Верните мне косметику. Но это ладно, окей, не осуждаю. В целом, девочка часто устраивала какие-то истерики по типу «я не буду», «я не хочу», стояла, плакала, ну и за какой-нибудь фигней. Погодите выключать видео, это только начало истории. Так вот, какова же была ее радость, когда она узнала, что в этом отделении есть мальчики. Как я вам уже рассказывала, у нас у всех там были мутки. Кто-то кого-то любил, кто-то с кем-то тайно встречался, передавал записки, интриги, любовные расследования, ревность, ну и прочее. Тем более особой романтики этому добавляла запретность. Ну то есть девочкам нельзя общаться с мальчиками, это все происходило в тайне. Что-то в этом есть, да? Так вот, эта девочка стала пытаться отбивать парня. Как только она видела, что кто-то с кем-то встречается, она начала максимально подкатывать к этому парню. Когда была возможность кому-то подойти из мальчиков, пока никто из работников не видит, она подходила, она как-то лезла, приставала, пыталась обжиматься, как-то подкатывала, очень активно подкатывала. И естественно, девочкам это не нравилось. Поначалу девочки ее предупреждали и просто говорили, пожалуйста, не нужно лезть к чужим парням. Ну, найди кого-нибудь своего, если ты так сильно хочешь отношений. На что она отвечала, ну я не лезу, я не лезу. Просто они любят меня больше, чем вас. Ну просто, ну он сам уделяет мне внимания, я никому не пристаю. И это долго-долго копилось у девочек. В какой-то момент девочки дождались ночи. Дождались, когда уснут все работники. По идее, работники не должны у нас спать ночью, но они спали. И устроили это девочке темную. Они просто избили ее в палате. Но ее это не останавливало. Она продолжала лезть и лезть к парням, а ее продолжали пи***ть. В какой-то момент она заболела. У нее была температура и что-то там заразное. И ее закрыли в изоляторе. Да, в изолятор не всегда закрывают буйных, иногда туда закрывают заразных. После этого она начала день и ночь головой б***ься об дверь. Там была дверь. У нас у всех в палатах, в том числе и в изоляторе, были двери с окнами. То есть маленькое такое. Вот такое окошко. Она стояла и вот так вот лбом день и ночь б***ься об стекло. А я напомню, у девочки алкоголизм. Она легла с алкоголизмом. Не с шизофренией. Она билась лбом и кричала. Она кричала, выпустите меня, выпустите. И когда к ней подходили работники и говорили, чё, что, что тебе не устраивает. Она говорила, мне скучно, мне здесь скучно, я хочу ко всем, я хочу общаться. Она постоянно рыдала, постоянно. И билась до кр***и головой об стену. Её даже привязывали. Её привязывали, чтобы она не билась до кр***и головой об двери или об стены. И знаете что? Она развязывалась. Я не знаю как, не спрашивайте. Она развязывалась, подходила к этой двери и продолжала б***ься головой. А это, ну, не овощи, не инвалид. Это вменяемая девочка, с которой можно поговорить так же, как с любым другим человеком. Но в итоге она выздоровела. Её выпустили ко всем в игровую. Она продолжила подкатывать к парням. Ей продолжили угрожать снова дракой. И всё по кругу. Эта история произошла с моей подругой. В один прекрасный день мама этой подруги передала ей передачку. Там лежали кроссворды. Она очень скучала по своей маме. Она долго её не видела и долго не получала от неё передачек. Поэтому эти кроссворды для неё очень-очень много значили. И вот в этот же день она сидела, решала эти кроссворды и параллельно разговаривала с одной девочкой. А эта девочка вообще не должна была находиться в одном отделении с моей подругой. Она должна была находиться либо в тюрьме, либо в соседнем отделении, которое наполовину тюрьма, наполовину психушка. Да, такое есть. У нас было отделение, в которое клали тех, кто совершил преступление на фоне психического расстройства. То есть это одновременно и тюрьма, и психушка. Ну, например, тебе показалось, что перед тобой наполнетянин, и ты его за***л, а это был твой брат. Вот такие люди там лежат. Невменяемые. Так вот, моя подруга сидела, решала свои кроссворды и параллельно разговаривала с этой девочкой. Эта девочка феминистка. Но не адекватная нормальная феминистка, которая адекватных нормальных феминистических взглядов, а еб***я, которая просто прикрывает свою придурь феминизмом. Эта девочка достаточно жестоко использовала своего мужа инвалидой, в целом вела себя как мразь, но почему-то оправдывалась феминизмом. И моя подруга ей сделала замечание. Сказала то, что ты ведешь себя некрасиво, ты издеваешься над своим мужем, и феминизм здесь никак не связан. Они начали ругаться, очень-очень серьезно ругаться. Перешли на оскорбление, и в какой-то момент эта девочка встает, берет кроссворды моей подруги и рвет. Просто вот так вот начинает их рвать в клочья. Моя подруга в шоке. Для нее это дорогая вещь. Морально дорогая. То есть это мы можем просто пойти и купить новый кроссворд. А она не может, потому что она находится в психиатрической больнице, и эту вещь привезла ей мама. Все, такой второй вещи она не получит. Ее взрывает. Она встает, нападает на эту девочку, которая порвала ее кроссворды, и начинает ее бить. Просто начинает ее издевать ногами. Та бьет ее в ответ, естественно, они все дерутся. Бегают работники, их разнимают. Эта девочка орет на все отделение, что-то по типу, я подам на тебя в суд, я тебя засужу, ты сядешь. Мою подругу в итоге перевозят в острую часть отделения. А этой девочке не делают ничего. Но справедливости ради в суд она не подала. Она действительно звонила своему адвокату и действительно ему говорила, что хочет подать в суд на мою подругу. Но прикол-то в том, что лежала в дурке она как раз-таки из-за судебных разбирательств. Поэтому адвокат ей просто сказал, сиди тихо и не высовывайся. И ты давай ей будь вообще благодарна, что тебя в дурку положили, а не в тюрьму посадили. Так что давай не конфликтуй, в суд ни на кого не подавай. Ну и завершающая коротенькая история, да даже не история, а просто факт. Почему в моем отделении нельзя было пользоваться ручками? То есть почему в соседних можно, вот в соседних можно было ручками пользоваться, и точилками можно было. А в моем нельзя. Почему? Потому что был случай, когда ручкой вскрылись. Просто взяли и... В целом я поняла, что все запреты в отделении, в котором лежала я, были введены после каких-то случаев. Потому что раньше, насколько мне известно, оно было более свободным. Это достаточно пугающая мысль. Ну что ж, на этом у нас все. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Кто не досмотрел, тоже спасибо. Ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Подписывайтесь, потому что многие смотрят меня без подписки. Это печально. Ну и пока-пока. Продолжение следует...